Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряженко, и сегодня вы на канале Лист Стартап. У нас сегодня интервью очередное, называется рубрика Top Management с Лист Стартап. У нас сегодня в гостях, во-первых, соведущий мой сегодня Тимур Атаев из компании Мастер Телла. Мы находимся в музее истории телефона, очень крутом в Москве, если будете обязательно сходить, он доступен для всех. И у нас сегодня в гостях очень-очень интересный собеседник, у которого очень непростой и необычный, я бы сказал, нестандартный кейс. Его зовут Тамерлан Савлаев, и у него есть сейчас собственная компания, называется Appliner. Почему необычная? Потому что, он сейчас сам расскажет чуть более подробно, но если очень кратко пробежаться, то компетенция глубокая в продуктовой и IT части, в компаниях, в том числе госсектора и частных компаниях, где, соответственно, он помогал строить различные IT-решения, помогал развивать IT-продукты, выступал в роли IT-директора и частично в роли CDTO, ну, наверное, можно так сказать. Да, и сейчас у него есть собственный клевый стартап, который, в общем-то, работает в направлении low-no-code-решения, да? Да, абсолютно, наверное. Тамерлан, расскажи, пожалуйста, я даже не знаю, как бы это сказать, наверное, расскажи, пожалуйста, как тебе удалось проделать такой непростой путь и в итоге овладеть, по сути, всеми разновидностями образа мышления в сфере разработки информационных продуктов. То есть у тебя и компетенции продуктовые есть в рамках какой-то роли компании, в корпорации. Ты работал в госсекторе, ну, в госучреждениях. Ты сейчас руководишь стартапом, это просто, ну, как-то вот... Да, первое, конечно, здорово, что мы в таком максимально телекомовском месте, потому что, в принципе, наверное, мой старт карьеры вообще начинался, в первую очередь, с телекома. Это были дистрибьюторы, это были совсем-совсем традиционные классические телефоны и станции. Дальше это потихонечку все начало уходить и уползать в интернет. А потихоньку в интернет унесло и меня. То есть изначально с позиций аналитиков, аналитика, пресейлы и так далее, инженерных позиций, я сначала стал продактом, после того я стал коммерческим директором, после продакта, а потом меня унесло на сторону клиента. То есть фактически просто это вот такое. То есть продажи закончились тем, что меня нанял фактически один из клиентов. А дальше уже пошло-поехало какой-то такой процесс, который, скорее, был связан с какими-то интересными задачами. Ну, то есть, грубо говоря, появляется интересная задача, я беру флаг и вперед на баррикады. В принципе, наверное, вот сам по себе весь карьерный путь состоял приблизительно из каких-то покорений, каких-то определенных вершин, каких-то решений определенных задач. Ну, и в процессе, наверное, вот этого всего карьерного пути возникла идея вот такого стартапа. В действительности, могу сказать, что решиться на то, чтобы бросить все, бросить, в принципе, прилить оплачиваемую работу и так далее, достаточно сложно. Но в любом случае, на сегодняшний день я никак не жалею. Мы с моими партнерами сейчас в эту историю вязались на все 100%. Мы в это верим. Мы верим в то, что будущее как раз большинства бизнес-приложений, оно не за программистами, а как раз за теми же самими аналитиками, продуктами и так далее. Что, наверное, главный человек на сегодняшний день – это снова же не CIO, которым я тоже был, а скорее, как вы правильно сказали, CDTO. То есть, грубо говоря, люди должны иметь возможность быстро реализовывать какие-либо прототипы, какие-либо возможности, и, соответственно, им для этого нужен определенный инструмент. Вот этот инструмент мы планируем сделать. Это B2C? Это тяжело сказать, что это B2C, потому что, скорее, это все-таки такое B2B2C, наверное, в первую очередь. Потому что, наверное, существующая модель, она будет существовать еще достаточно долго, когда клиент заказывает те или иные приложения у каких-то студий, у каких-то компаний-разработчиков. Просто разработкой будет заниматься в этой студии уже не программист, а, наверное, какой-нибудь человек, который ближе к пониманию самого продукта. То есть, это реальная команда, состоящая, скорее, из продуктов аналитиков, нежели программистов. То есть, в целом вот так. А уже совсем-совсем, когда это доходит до каких-то больших штабов, больших проектов, уже подключаются программисты, которые начинают заниматься кастомизацией, интеграцией и всем традиционным, всем классическим, что они делают сегодня. Ну, я как человек, который близок к продажам и помогает часто, в том числе, интерпрайзам, с дистрибьюцией продуктов, больной вопрос. Дистрибьюция. Как планируете на рынок заходить и привлекать клиентов? Потому что кажется, что это сейчас очень дорого. Сегодня это дорого. Я бы так сказал, мы здесь сегментируем, скорее, по нескольким, нескольким группам. Первая группа, которую мы считаем, что, наверное, имеет смысл как раз окучивать, это вот некий интерпрайз клиенты, где мы сами, наверное, на первом этапе сможем выступить этим этаким тоже, этакой студией, интегратором, тяжело сказать. Но на следующем этапе мы планируем привлечь под это дело партнеров. Снова же классических, традиционных партнеров. В целом же я верю в то, что этот рынок, он будет скорее неким таким масс-маркетом, и что основной клиент, который под это все дело будет и будет существовать, скорее такой SMB, Small and Medium Enterprise, где мы рассчитываем, во многом рассчитываем на то, что он будет работать по модели самообслуживания именно. То есть, грубо говоря, ввиду того, что в принципе инструмент является ноу-код, какого-то тяжелого, сложного обучения не требуется, достаточно пройти достаточно короткий путь для того, чтобы создать собственное приложение, то мы сильно-сильно рассчитываем, что в принципе при определенной информационной обучающей поддержке мы сможем взрастить некое комьюнити, которое будет делать эти приложения, в общем-то, там, по щелчку пальцев. Тамрилан, я хотел спросить тебя вот по поводу масс-медиа, ты сказал. То есть, это вы планируете весь мир захватить или... Ну, несомненно, да. Главное, чтобы санитары там не сразу это заметили. Вот так, в принципе, конечно, да. То есть, комьюнити – это будет этот канал, который будет являться в том числе для продвижения на международный рынок, правильно я понимаю? Да, ну мы вообще изначально ориентируемся, вам надо, скорее, на международный рынок, на международный опыт, нежели на российский, потому что, к сожалению, в России, наверное, сегмент малого и среднего бизнеса, он крайне невелик, он крайне ограничен. Вот, поэтому наш ориентир на сегодняшний день, да, это, в первую очередь, компании на западе. То есть, в первую очередь, США и Европа. То, что мы в любом случае, компании из России, будем показывать некий трекшн сейчас на старте в России, это однозначно. Ну, в любом случае, мы со старта предполагаем, что будем делать там англоязычные интерфейсы, у нас будет техническая поддержка, которая будет покрывать в том числе регион США, поэтому вот как-то так. А вы изучали этот рынок, то есть, да, мы проводили его, то есть, наш рынок, их, как вообще? Ну, я бы так сказал, что в России, то, что касается лоу-код, ноу-код решений, он настолько молод, что здесь даже говорить о каком-то серьезном рынке, наверное, не стоит. В Штатах он появился, в принципе, как такой самостоятельный рынок, у которого хотя бы оценивается какой-то объем, тоже буквально, там, не знаю, года 3-4 назад, потому что до этого, в принципе, никто даже не оценивал. И нынешние оценки рыночные, даже там от Гартера и так далее, они крайне невелики. Единственное, в чем сходятся практически все аналитики в том, что этот рынок будет расти, расти причем кратно, да, и есть там, в зависимости от того, какая компания проводила анализ, прогнозы от, рост от, там, 20, там, чуть ли не до 100 раз. То есть, это формирующийся рынок? Да, это формирующийся рынок, это рынок будущего, мы, в принципе, занимаемся этим, потому что, первое, мы по своему опыту столкнулись с тем, что, в принципе, это очень нужно, и самая важная часть, как раз, наверное, любой маркетинговой стратегии, это как можно быстро выйти на рынок. То есть, это time-to-market, быстренько собрать MVP, быстренько доказать свою концепцию, доказать, что твоя идея, она имеет возможность именно воплощения, реального воплощения, есть возможность протестировать гипотезы, проверить, как рынок это примет, и это надо делать реально в максимально короткие сроки. Такой инструментарий это позволяет делать. Самое главное, что ввиду того, что, в принципе, сокращается время разработки, сокращается и стоимость разработки, что является, естественно, бонусом, большим преимуществом для всех таких проектов. Действительно, сейчас подобных стартапов в разных направлениях, в разных сегментах становится достаточно много. Есть коллеги, в том числе, чисто телекомовские, кто делает конструкторы, например, подобного рода, связаны с омниканальными коммуникациями. Есть коллеги, которые занимаются непосредственно интеграционными решениями по базам, которые тоже состоят из лоу-код решений. В принципе, это молодой, молодой развивающийся рынок. Комплексных решений не так много, достойных решений, на базе которых можно построить серьезное приложение и сделать это действительно недорого, это тоже крайне мало. Есть общая идеология, которую двигают большие корпорации, типа Microsoft, IBM, Google и того же самого. У всех у них подобные решения уже так или иначе существуют. Либо прямо внутри своей компании, как, например, Microsoft, Power Apps. У кого-то, благодаря приобретению внешней компании, как Google с Flutter. То есть, грубо говоря, в этом направлении сейчас смотрят все. Мы решили попробовать свои силы, в том числе и с такими атлантами, такими гигантами. Почему бы нет? У меня вопрос в тему того, что ты раньше много раз участвовал в роли IT-директора, и в том числе в компаниях. Ну, будем, скорее всего, честными. А может, я, кстати, не попаду сейчас в реальность. Но где ты говорил про Time to Market, что Time to Market в этих компаниях, наверное, очень небыстрый. Очень все по-разному. Я бы так сказал, все напрямую зависит от воли. От воли топ-менеджмента. Если воля есть, если желание есть что-либо изменить, иногда сложные корпоративные процедуры превращаются в очень простые корпоративные процедуры, когда есть команда сверху основного бенефициара. И, в принципе, тогда все вдруг неожиданно... Волшебный пинок. Он бывает очень часто настолько мощным, что возможность запустить какой-нибудь MVP предоставляется прямо условно с колес. Иногда же возникает ситуация, когда, в принципе, все все согласовали и так далее. А потом начинается длительная история поиска бюджета, поиска непосредственных исполнителей, пересмотра бюджета, дополнительных требований и так далее. Это все может действительно превратиться в очень-очень большую историю. Действительность, если в целом же говорить вообще о роли CDTO, то это, наверное, на сегодняшний день роль такая немножко неблагодарная. Потому что, снова же, по статистике коллег, я не помню, по-моему, Эгган Зендер, делали оценку, что средняя продолжительность жизни условно CDTO в компании – это полтора года, а первые результаты в среднем, снова же, тех решений, которые внедрил CDTO, они появляются через 4 года. То есть, в принципе, вот этот разрыв, наверное, тоже формирует определенное такое непонимание, недопонимание того, что происходит внутри. Я хотел спросить в эту тему, как ты справляешься, мне очень интересно, с управлением образом мышления, майнсетом. Ну, то есть, один тип компаний, одни функции, один тайм-то-маркет, есть пинок, нет пинка. Сейчас стартап, вообще другие скорости, другие бюджеты, более того, свои или очень близкие к своим деньги, которые самому надо привлекать, продажи появились. Я не знаю, как у тебя раньше в компаниях, ну, с опытом было с продажами, но сейчас они точно, видимо, очень актуальны. Продажи инвесторам, продажи B2C. И вот как это все совместило? Мне то, что я даже мечтать не могу о таком. Ну, мне, видимо, немножко повезло, потому что, снова же, я успел поработать в огромном количестве ролей, не только, ну, если брать, конечно, в последнее время, это в основном в роли IT-директора, скорее CDTO даже, друг IT-директора. До этого я успел поработать в коммерции, причем в телекомовской коммерции, которая предполагает все-таки определенный набор знаний, потому что, в принципе, это не пирожки, и так или иначе, для того, чтобы тебе что-то реализовывать, тебе необходимо разбираться условно, иметь хотя бы общее представление о железках. Я занимался продукт-менеджентом, соответственно, это то же самое. Есть определенное представление, как продукты выводить на рынок, как формировать определенный портфель, как проводить тесты, как снимать метрики. То есть общее понимание, наверное, большинства процессов как таковых есть, а майнсет, который, я бы так сказал, если делить майнсет на такой классический ГОС и коммерческий, то, наверное, вот в ГОСах мне всегда было немножечко тесно, немножечко тяжело. И сейчас, наверное, если брать день сегодняшний, я, наверное, чувствую себя максимально комфортно, ввиду того, что, в принципе, большинство решений я принимаю самостоятельно, консультируясь только с моими инвесторами, учредителями. Это очень клево. То есть, на самом деле, сейчас прозвучало все так, как будто бы довольно ценные специалисты у нас сейчас есть, которые можно как бы за огромные деньги схантить. Ну, то есть, как бы вот, я понимаю, что нельзя, но, кажется, такого специалиста многим компаниям реально не хватает. Скажи, пожалуйста, вот когда ты говоришь, что тебе было тесно в компаниях, как ты, собственно, с кейсами в этих ситуациях справлялся? То есть, ты все-таки в рыночную сторону куда-то, или там чуть-чуть в коммерческую, там, как-то тебе... Продажа на везде продажа. Продажа внутри или продажа наружу. В действительности продажа на уровне департамента в рамках условного любого соучреждения – это вполне себе работающий нормальный кейс. То есть, все решается на уровне человеческих коммуникаций. Если люди тебе верят, то, в принципе, проблем нет. У меня был реальный кейс, где люди, доверившись, предоставили фактический бюджет в разы превышающий тот, который был на момент моего прихода. Мы реализовали, в принципе, программу, мы реализовали тот набор приложений, которые планировали в достаточно сжатые сроки. В принципе, все хорошо, все здорово. Все, грубо говоря, остались довольны. Поэтому это вот такой, скорее, кейс про некое взаимодействие людей, про некоторые коммуникации, нежели про непосредственно какую-то машину и технологии. Ты же знаешь, Миша, я бы добавил, здесь на самом деле во многом зависит от человека. Есть категория людей, которые открыты сами по себе, и они могут вообще не расположить к себе. Это такой вот навык, возможно, приобретенный, возможно, врожденный, который помогает донести идею и продать ее легко. Я, например, тоже, по сути дела, технический специалист и начинал свою деятельность с того, что я был системным администратором. И первое мое соприкосновение с коммерцией произошло так, что мои коллеги просто не любили общаться с людьми. И они говорят, слушай, Тимур, ты так нормально общаешься, давай поговори с ними. И так вот у меня получилось, что мне приходилось с ними общаться, общаться. Я понял, что это интересно. То есть если ты можешь владеть коммуникативными навыками, то, в принципе, многие вещи тебе открываются. Да, главное – это коммуникация. Вообще в любой среде, во всем что угодно, потому что без коммуникации, в принципе, что-либо сделать будет просто невозможно. Вот тут такой вопрос будет. Я сейчас объясню, откуда он вырос. Мы как-то проводили с директорами из IT такую онлайн-сессию небольшую, там с партнерами Microsoft, с Microsoft в том числе, где пытались как бы основные проблемы цифровой трансформации, по их мнению, с их точки зрения опыта, ну, как-то подсветить. В итоге вопрос вот у меня такой, по результатам уже вот этого фидбэка от них. Инструменты вокруг коммуникации или коммуникации вокруг инструментов? Ну, я имею в виду digital инструментов. Инструменты, они всегда вторичны. Коммуникация, она всегда первична. По-другому можно сказать процессы. Что важнее, процессы или люди, да? Да. Не, в любом случае люди. Это всегда люди, потому что, давайте так, я бы тоже здесь немножечко разделил. Получается как, если вам нужно что-то созидать, это в любом случае будут люди. Процессов, как сказать, обкатать процесс созидания и поставить его на рельсы, наверное, невозможно. В принципе, конечно, существует множество фреймворков. Вы можете пойти в Сколково, там, высшая школа экономики и так далее, научат даже этому. Ну, в действительности, по факту выяснится следующее, что все люди разные. Для того, чтобы люди креативили, им нужно предоставить определенные степени свободы и степени возможности использования тех или иных инструментов. А вот, если вы хотите потом то, что они сделали, приземлить на реальный бизнес, то здесь во многом первичен будет порядок. Для того, чтобы, грубо говоря, какой-нибудь страшный лайфхак не ломал всю систему. И здесь именно системное управление. Поэтому я бы разделял вот эти две части приблизительно точно так же, как разделял бы как раз роли CIO и CDTO. Потому что это разные роли. Один про создать что-нибудь, быстро на коленке MVP полехали, а другой должен отлить какой-то монолит в бетоне, так, чтобы при попадании ядерной боеголовки в дата-центр 3Data все жило абсолютно спокойно, все всегда жужжали и мигали лампочками. А вы же уже какую-то часть запилили, да, своего функционала? Крайне пока малую. Мы планируем, я бы так сказал, первичную бету и демонстрацию коллегам делать приблизительно в июне-июле месяца следующего года. А кто управляет у нас командой разработки, которая будет разрастаться, ну, в том числе? Мой коллега управляет на сегодняшний день Алексей, и мы вместе с ним знакомы еще со времен работы в центральном телеграфе, тоже имеющий колоссальнейший путь, колоссальнейший опыт создания, я бы так сказал, первого интернет-портала на Камчатке. И вот, в принципе, с тех самых пор человек тоже, так или иначе, пройдя айтишный путь, его занесло в телеком, в телекоме мы познакомились и вернулись в айти, я бы так сказал, в интернет-коммедитии. А будете у себя, поскольку, ну, уже определенно точно высокотехнологичный стартап, можно так сказать, ну, и будете в этом поле развиваться, кто будет отвечать за формирование внутренней вашей инженерной культуры и ее качества? Он же? Да, я думаю, что в любом случае, ну, как сказать, поскольку мы стартап, нас немного, то сейчас мы, каждый из нас обмечает обычно несколько людей, поэтому в данном случае, да, у нас то, что касается технической, технологической и, я бы сказал так, методологической части по технологиям, это Алексей в любом случае. А сложно сейчас воевать за разработчиков на рынке именно вам, как стартапа? Крайне сложно. В действительности мы сейчас не так много имеем ребят внутри, да, то есть, грубо говоря, не так много людей у нас работают в стартапе. Мы по большей части закрываем наши необходимости, наши потребности в разработке аутсорсингом. То есть, фактически, мы заказываем работу у других компаний по тем или иным модулям. То есть, в принципе, на сегодняшний день у нас вот есть ряд податчиков, побитых по каким, которые делают наше техническое задание по тем или иным кускам. То есть, одни делают там фронтовую часть, потом бэк мы поделили тоже на несколько модулей. Одни делают один модуль бэка, другие второй модуль бэка. То есть, в принципе, это все компонуется и вот разруливается на уровне каких-то отдельных команд. То, что, да, мы планируем снова же, да, по достижению определенных внутренних наших KPI мы планируем ввести найм сотрудников. Но мы здесь еще планируем идти по несколько, наверное, не классической для России модели, ну, абсолютно нормальной и принятой в США. Это предложение опционов сотрудникам, которые себя проявили. Поэтому я думаю, что это, наверное, достаточно привлекательно будет для сложившихся специалистов при выборе своего трудоустройства. Не веришь в стартап, хочешь большую зарплату, идешь в Сбербанк, Яндекс, ПТБ и так далее. И если хочешь попробовать себя, хочешь вырасти, быть совладельцем в амбициозном стартапе, идешь к нам. На самом деле, ты очень хорошо рассказываешь, видимо, ты это как-то уже... Делал не раз про стартап, видимо, ты уже в нем, ты знаешь, как бы живешь. Это чувствуется твою вот эту вот связь с твоим проектом, как он такой родной. То есть его... Выносил. Да, выносил прям. Ну да, не без этого. Это так, взгляд у страны. А вы как-то, ты много упомянул про MVP, в том числе в госкомпаниях, в интерпрайзах, и роль CDTO в этом. А как вы подошли к вопросу MVP, теста первых, возможно, продаж, не знаю, там, customer development? Ну, я бы так сказал, полноценного цикла каст-деф мы на сегодняшний день не делали. Мы скорее сделали ряд условно красивых презентажек, с ним прошлись по какому-то количеству знакомых нам, коллег, по фактически тем людям, которые должны так или иначе соответствовать портрету нашего такого типового пользователя и, в принципе, получили очень-очень положительный фидбэк. Никто нас не то что не послал, нас многие просто спросили когда и выразили даже готовность быть нашими клиентами, что, в принципе, нас побудило заниматься как раз вот такой первичной разработкой. Мы с небольшой корректировкой, в принципе, оформили некие функциональные требования. Сейчас мы закончили писать ТЗ и приступили потихонечку к разработке. Полноценный цикл КАЗДЕВа нас, несомненно, ждет. Он впереди, он у нас запланирован. Я считаю, что, в принципе, полноценный КАЗДЕВ имеет смысл делать, имея такое хотя бы приблизительно что-то похожее на тот продукт, который ты будешь предлагать людям. В принципе, наверное, как-то так. Ок. когда вы задумались о том, что, ну вот, все, вы стартуете, вы же привлекли, да, уже какие-то инвестиции? Да, первично привлекли. А вы когда пошли питчить? Прям был питч, ну, то есть, в классическом понимании? Так, поскольку, я бы так сказал, что поскольку коллеги, с коллегами, да, с кем мы вместе делаем этот бизнес, мы уже были знакомы на тот момент, не первый год, то, наверное, питч такой, это был не совсем классический питч, он был достаточно быстро прерван и, там, вопросом. Типа, shut up and take my money? Да, ну, приблизительно, конечно, не совсем, да, а приблизительно сколько и в какие сроки. А, поскольку, правильно Тимур подметил, что чувствуется, что идея прям как бы живая, выношенная и очень такая пульсирующая в данный момент, есть ли какое-то, назовем его, ценностное предложение, которым вот, которым кратко можно описать конкретно ваш продукт? Выработали ли вы его уже или только впереди? Я бы так сказал, мы скорее, оно впереди, сейчас это звучит приблизительно так, что, в принципе, любой наш заказчик сможет построить достаточно сложный бизнес-процесс, сделать это красиво для своих внутренних пользователей, своих заказчиков, первое, сделать красиво, в принципе, мы здесь будем не первые, но сложный бизнес-процесс, я думаю, что мы здесь будем одни из первых, кто это делает, и сделать это все реально без необходимости привлечения каких-то специалистов, потому что большинство платформ, там, где возникают какие-то более-менее сложные бизнес-процессы, выглядит как, да, мы локут решения, но вот здесь мы ничего вам предложить не можем, пожалуйста, допишите это сами на джаваскрипте, или там на джаве, или еще там стоп, и там, да, там стоп, на этом все закончилось, мы принципиально не хотим идти вот по этой модели, то есть мы лучше предложим более ограниченный функционал, но так, чтобы он был легко доступен человеку, чтобы, грубо говоря, любой интерфейс и любой бизнес-процесс был накликан. здорово, вопрос, почему все-таки вы решили сначала пойти в Россию и обкататься здесь, а не начинать продаж сразу туда? Можно, у нас разработка, здесь у нас те люди, с кем мы общаемся и с кем на ком мы фактически обкатывали идею, находится здесь, в действительности я думаю, что касается западной компании, это мы сделаем в принципе уже в следующем году, то есть в принципе будет существовать в некотором роде два крыла, то что касается продаж, это, наверное, как раз основной ориентир, это США и Европа, то что касается разработки, мы отлично понимаем, что в любом случае в России разработка это интереснее, чем разработка где бы то ни было, потому что на сегодняшний день наши специалисты с точки зрения заработных плат выраженной в иностранной валюте являются самыми интересными. Но индусы там поджимают немножко. Да, не без этого, но здесь еще имеет значение коммуникации и определенный менталитет, который существует. Образование, все-таки наша математическая школа, она... Ой, вы не представляете, у индусов замечательная математическая школа и шахматы являются предметом средней школы, поэтому там все хорошо. Там именно немножечко есть некое отличие менталитета. Я сам сталкивался пару раз с технической поддержкой известных западных сервисов, которые размещаются в Индии. Решение абсолютно плевого вопроса очень известного киносервиса у меня заняло приблизительно 45 минут. То есть это вот нечто. Хотя в принципе если бы я общался с англоязычной или обычной американской технической поддержкой, скорее всего это было как я задаю вопрос, мне отвечают, я уточняю, проблема решена. А там мы проделали несколько циклов одних и тех же вопросов, одних и тех же ответов. Такой support journey map. Да, support journey map, который грубо говоря таким образом вышел на некий цикл. из этого цикла выбраться было очень и очень сложно. Прикольно. Ты в конце не передумал насчет своей проблемы? Просто что или все-таки решилась она нормально? Да, она решилась, она была просто связана с задвоением платежей в сторону этого сервиса. Поэтому там было немножко жаль оставаться с некоторой суммой денег. Проблемы решили, вытравить. Какие на 22-й год у вас основные цели по захвату рынка или работы с MVP? Да, основное как раз самое главное это выпуск MVP, это обкатка на рынке, это поиск как раз новых идей уже при проведении первых альфа и бета-тестов вместе с нашими партнерами и клиентами. Как раз есть планы по выводу оценки, дополнительному КАЗДЕВу для того, чтобы подготовиться к выходу в том числе на западный рынок по-человеческому, к которому мы в принципе изначально ориентируемся. Мне даже тяжело осознать и понять, сможем ли мы все это дело нормальное по-человечески разместить в следующий 22-й год. Потому что мы в него пытаемся наверное на сегодняшний день запихнуть там все. И если это делать классически, традиционно, то наверное имело бы смысл делать какой-то план на 5 лет. А тут мы решили пятилетку за год наверное. Вот тут вопрос по моему мнению, то есть такая штучка как роудмэп стартапа это довольно глупая история, которая больше нужна, чтобы вот прямо сейчас показать, что в принципе план у тебя есть, но как бы все прекрасно понимают, что он скорее всего завтра будет другой. Главный план работаем без плана. Какой у тебя да? Ну в действительности я человек который привык тоже планировать, но то, что любые планы особенно то, что касается чего-то нового они постоянно подвергаются корректировке это вот 100%. Ну не планировать это не знаю это немножечко совсем уж блуждать во тьме надо иметь хотя бы какой-то ориентир какую-то точку в которую ты будешь двигаться. То, что план или вообще любой родмэп стартапа это вот действительно такая абсолютно не реализуемая сущность не реализуемая ровно настолько же наверное насколько и бюджет стартапа потому что никто никогда в жизни не скажет сколько ни денег ни времени понадобится до реализации реального самого продукта и фактически до выхода тех же самых венчуров из проекта поэтому в принципе эта тема является наверное высокорисковой поэтому там и бывает много иксов для инвесторов в принципе так потому что если рисков нет то в принципе иксов нет иди вкладывай золото вопрос какую будете ну вот тебе с позиции богатого опыта коммуникации в разных ролях с разными сотрудниками с разным объемом сотрудников какую ты модель менеджмента ну если ты можешь ее кратко сформулировать будешь у себя в стартапе развивать по отношению к своим сотрудникам я бы так сказал что модель у меня всегда была достаточно либеральная позиция достаточно простая что любой сотрудник который которого мы наняли который исполняет свою работу он в любом случае умнее то есть фактически моя задача обеспечить людям условия для креативного интересного труда что любой человек который приходит он приходит не с вопросом он приходит с решением ями мне кажется что такая парадигма она в принципе является типичной для большинства руководителей подобного рода компаний да и не только очень многих коммерческих компаний поэтому это в принципе абсолютная норма заниматься самостоятельно полностью каким-то процессом ручного управления ручного менеджмента наверное это не мой подход не мой стиль понял как-то так ну то есть каких-то авторитарных практик наверное не будет сейчас и здесь точно не будет потому что да то что вы упоминаете ГОСы иногда приходилось включать режим я так сказал поэтому все делают но в принципе это не мое это редко сейчас этого нет наверное вообще про ГОСов вопрос такой может быть немножко сейчас-то уже в принципе наверное все равно возможен ли ГОСах у нас waterfall да ну как сказать не то что касается Agile Agile как таковой он есть много кто делает но все равно уже напрямую зависит от того руководителя от его департамента потому что я реально видел кейсы где в принципе народ так или иначе бьет это все по каким-то определенным спринтам двигается по спринтам в принципе идут какие-то корректировки и так далее то что таких людей в принципе не так много это да но их немного и в коммерции в ГОСах может быть чуть поменьше а процент тех кто бьет по шапке там за какие-то невыполнение чего-то или там то чтобы в стартапе назвали исследованием там называют ошибкой вот влияет ли это сильно или я имею ввиду можно ли там построить комфортные как ты сказал условия для креатива команды таких пыток в действительности то что касается ГОСов их достаточно много такие такие есть иногда выделяются отдельные подразделения которые тоже ответственны там снова же из того что есть и проблема которая есть большинства таких подразделений это вот снова же кадры да кадры какой-то гол если в Москве еще все более-менее прилично потому что более-менее приличные у правительства в Москве зарплаты то в отдельных ведомствах федеральных там на мой взгляд обстоит несколько хуже вот потому что Москва все-таки можете позволить привлечь специалистов иногда снова же на консалтинг иногда привлекая их вовнутрь не все долго там выживают но все-таки есть ли какие-то сейчас уже метрики ключевые которые вы перед собой в планере ставите нет сейчас не говорил бы про это нет я имею ввиду метрики за счет которых ваша бизнес-модель как вам по прогнозу кажется юнит-экономика может такие другие метрики которые как вам кажется будут способствовать вашему росту именно в заложенной на старте бизнес-модели слушай я сейчас не совсем готов говорить потому что по этой части то что мы делали мы сейчас многократно я думаю еще переделаем вот потому что с одной стороны да с другой нет потому что мы немножечко сейчас продукт корректировать будем вот и соответственно метрики достаточно сильно изменяться метрики есть метрики есть да сейчас просто мы занимаемся тем что мы их пересматриваем будет ли история что команды которые будут отвечать за фичи или какие-то части продукта тоже будут как-то заисанены на какие-то метрики да в любом случае в этом есть для нас такая насущая необходимость потому что мы должны планировать сборку и выход релиза в те или иные сроки то есть есть определенный небольшой допуск но в любом случае одни других ждать не должны в целом есть общая какая-то стратегия и общие метрики для каждой из команд да есть ли ну опять же может быть сейчас пока не заморачивались есть ли какие-то планы какая сквозная аналитика будет использоваться ну может готовая уже платформа там типа amplitude не знаю что-то еще или свое что-то ну я бы так сказал есть приблизительно определенный скоб мы к этим работам не приступали есть определенный набор метрик которые мы действительно планируем собирать это будет некоторое по крайней мере по тем метрикам которые представляют это будет на сегодняшний собственное решение построено на базе опенсорсов вот куда дальше кривая выведет уже при появлении живых реальных клиентов я пока честно не могу вам сказать а визуализировать будете тоже исходя из своего решения я имею ввиду пользователям какой-то дашборд да то что касается дашбордиков действительно да там есть приблизительно такое понимание снова же исходя из того что мы делали ранее с коллегами здесь просто я даже не знаю что здесь даже рассказывать здесь в принципе даже рассказать особо нечего ну да какой-то небольшой ограниченный набор метрик в технические детали я думаю нет смысла да мне просто интересно на каком этапе вы ну потому что очень прикольно у нас вот то что касается ребят как раз ну там то что касается ребят продуктов и так далее периодически они подкидывают какие-то вещи какие-то ну как и технический блок да так и продукты которые имело бы смысл снимать но уже исходя из того что они сегодняшний день видят на рынке да оно собирается в определенный пул мы планируем делать снова же в рамках платформы аналитический модуль отдельно реально отдельно приблизительно прикидываем сейчас его архитектуру но к этим работам мы еще не приступали а вообще думали когда-нибудь про взаимодействие с вашими юзерами которые будут строить там видимо свои какие-то бизнесовые решения на предмет шеринга экспертизы им в каком-то бизнесовом плане чтобы они не умирали у вас как чтобы LTV было долго да несомненно да я бы так сказал конкретного плана по этой части у нас пока нет общей прикидки общее представление как это делать есть тут мы во многом ориентируемся я бы так сказал на самых таких наверное известных игроков рынка не имеет смысла не важно их называть то есть в этом плане мы сейчас ориентируемся целиком и полностью на опыт конкурентов супер особо успешных конкурентов они достаточно открыты с точки зрения там архитектуры кода или там не особо по большей части все достаточно закрыто а получается доставать то что вы хотите я бы так сказал с точки зрения архитектуры и кода они закрыты но то что касается наверное самих принципов маркетинговой коммуникации все остальное там все понятно и есть еще часть коллег которых все наоборот там с точки зрения какой-то коммуникации все плохо но из чего состоит их платформа можно разобрать в принципе по гайкам просто почитав их мануал супер слушай ну на самом деле для меня сегодня я бы сказал была вообще одна из самых ценных встреч как ни странно в конце 21 за весь 21 потому что прям твоя экспертиза меня прям поражает спасибо вам вот и ну в общем-то я думаю что Тимур тоже мы желаем реализации в 22 вот всего что вы задумали потому что это во-первых очень круто во-вторых это амбициозно ну и это очень волевое решение как бы пойти в такую игру вот да Тимурлан спасибо что ты к нам пришел спасибо вам всегда приятно общаться с интересными людьми я считаю что обмен информацией это вот такой информация вообще должна быть всегда меняться и она всегда идет на благо и моя позиция что дружить вместе выгоднее чем сидеть заперти одному поэтому то что мы сегодня менялись мнением услышали от тебя какие-то инсайты возможно наши зрители тоже поймут что для себя новое это всегда полезно спасибо тебе большое спасибо спасибо за уделенное время прям было супер ценно ребят подписывайтесь на канал и внизу ссылочки на собственно продукт Тимурлана нет сайт ну какой сейчас лендинг будет мы сейчас пока вообще такие тихие мы вообще впервые фактически заявились у вас считаю хорошо друзья значит это была практически сейчас такая публичная презентация продукта под названием планер и фейсбук Тимурлана он будет внизу у него все новости на страничке фейсбуке по продукту все что будет выходить все релизы следите пожалуйста и в общем подписывайтесь на наш канал будет интересно спасибо мастер телу за то что нас приютили в своем потрясающем музее телефонов приходите в гости